Я благодарю Ивана Голунова за его смелость, честность, за потрясающий труд, который он делает и будет продолжать делать. Знаете, ложь всегда в долгу правды, и я бы очень хотела, чтобы эта ложь заплатила по долгам. Чтобы все те, кто заказывал и исполнял преступления против Ивана Голунова, были наказаны по всей строгости закона. И, как обычно, в нашей стране две правды, одна из которых неправда. Правда официальная, она и есть неправда, мы боремся с коррупцией, и правда реальная. Мы вот так вот поступаем с журналистами, которые, собственно, пытаются докопаться до этой правды. Без свободной журналистики не будет свободного общества и не будет нормальной страны у нас. Еще недавно он находил шикарный пентхаус у высокопоставленных чиновников, рассказывал о том, как черные риэлторы отбирают квартиру у людей, расчерчивал устройство похоронного бизнеса. А 6 июня у Ивана Голунова средь бела дня нашли в рюкзаке наркотики в лошадиных дозах. Его заподозрили в покушении на сбыт наркотика в крупном размере. Эта статья предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. В одночасье журналисты, артисты, блогеры, общественники встали на его защиту. Стало понятно, речь идет уже не о спасении конкретного человека, а о спасении и без того умирающей свободной журналистики. Добавим, первые анализы, взятые у журналиста, не выявили следов наркотиков в организме. Сейчас Иван Голунов находится под домашним арестом, следственные мероприятия продолжаются. Вчера нашли наркотики у Ивана Голунова, сегодня их могут найти у каждого из нас. Мы, журналисты Забайкальской медиагруппы, обращаемся к нашим властям и требуем освобождения Ивана Голунова из-под домашнего ареста. Не убивайте свободную журналистику. Правда, рано или поздно все равно победит. Свободу Ивану Голунову!